Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, стандартное лечение рака шейки матки приводит к утратам фертильности. Основная тенденция современной онкогинекологии – это дать пациентке возможность выполнить репродуктивную функцию. Мы рассмотрим репродуктивные исходы как после органосохраняющего лечения, так и после радикального лечения. После конизации матки беременность рекомендует через 12 месяцев, беременность протекает обычно без особенностей, за исключением возможности преждевременных родов во втором триместре беременности. Беременности после трахелоктомии – вчера Глория Сальва подробно доложила эту тему. По данным французских исследований, которые представили обзор литературы с 1987 по 2016 годы, трахелоктомия была выполнена практически 3000 пациенток, наступило почти 1000 беременностей. Они рассматривали 5 видов органосохраняющего лечения. Общая фертильность составила 50%, роды – 70%, частота преждевременных родов – 38%. Обращает на себя внимание более высокая частота беременности, которая возникает в группе пациенток, получивших лапароскопическую радикальную и роботизированную радикальную трахелоктомию по сравнению с больными, которым выполнена трахелоктомия лапаротомным доступом. Также хочется представить результаты трахелоктомии, которые выполнены в нашей стране в основных онкологических центрах. Самым большим опытом в настоящий момент обладает Институт онкологии имени Герцена. По доступным мне данным с 2005 по 2017 годы им было выполнено 176 трахелоктомий, 119 абдоминальным доступом, влагалищных – 25 и лапароскопическим доступом – 32 трахелоктомии. Были получены следующие репродуктивные результаты. Было прослежено, промонетарировано 120 пациенток. В группе абдоминальной трахелоктомии достигнуто 12 беременностей, две из них с помощью ВРТ. Было получено 7 родов, которые произошли на 28 и 35 неделях беременности, 2 выкидыши на сроки 7 и 16 недель, одни преждевременные роды, 1 внематочная беременность и был 1 аборт по медицинским показаниям в связи с аномалиемой развития плода. В группе радикальных влагалищных трахелоктомий 6 беременностей они закончились родами в 4 случаях, и в 2 случаях это были преждевременные роды во 2-м триместре. В группе лапароскопических трахелоктомий на данный момент было 2 беременности, но закончились они спонтанными выкидышами на сроках 17 недель в связи с инфицированием и на сроке 6 недель. По данным Института онкологии имени Блохина, эти данные были представлены на онкологическом конгрессе в ноябре в Москве, было выполнено 41 радикальная трахелоктомия, 2 беременности, 1 самостоятельная беременность, через год после трахелоктомии случился выкидыш во 2-м триместре беременности, и 2 беременность с помощью ВРТ, кесарево сечение на 36 неделе, все в порядке с ребенком. Также эти данные в настоящий момент находятся в печати. Десятилетний опыт Томского научно-исследовательского института онкологии за 10 лет было выполнено целых 68 трахелоктомий, 39 абдоминальным доступом, 29 лапароскопическим доступом, 1 рецидив заболевания. Широко использовалось для укрепления области анастомоза сетчатый имплант из никелида, титана. Получены следующие репродуктивные результаты. Из всех 68 трахелоктомий наступило 15 беременностей, это 22%. Они закончились следующим образом. Получили трое родов на 29, 31, 38 неделе. Одна беременна в настоящий момент, срок 33 недели. Два выкидыша в первом и во втором преместре беременности. И вот остальные беременности прервались по каким-то социальным показателям. Практически 9 беременностей. По данным института онкологии имени Петрова, за 11 лет было выполнено 44 радикальных трахелоктомии, абдоминальных 27, влагалищным доступом 13 и лапароскопическим 4. Период наблюдения составил от 6 месяцев до 11 лет. У нас 8 беременностей. 4 из них достигнуты на спонтанных беременностях и 4 с помощью репродуктивных технологий. 5 беременностей закончились родами путем кесарево сечения в доношенном сроке. И было 3 выкидыша в первом триместре беременности. Также на данном слайде представлены фотографии детей, родившихся от женщин, получивших у нас радикальные трахелоктомии в нашем отделении. Самая старшая получает за 4,5 года. Также трахелоктомии во время беременности. На данный момент в мире выполнено 28 радикальных трахелоктомий. Это 13 абдоминальным доступом, 13 влагалищным и 2 лапароскопические. Большинство таких операций было выполнено во втором триместре беременности. Не рекомендуется, как уже говорили, выполнение трахелоктомии во время беременности. Это связано с длительностью операции, с высокой кровопотерей интероперационной. Это 2 литров, многие отмечают авторы. И с неудовлетворительными акушерскими результатами, с высоким риском преждевременных родов. Беременности после радикальной гистеректомии, они возможны в случае как суррогатного материнства, так и трансплантации матки. Впервые трансплантации матки были выполнены первое в 2000 году. В Саудовской Аравии рецепент 26 лет, живой донор 46 лет. Однако на 99-е сутки это острый тромбоз сосудов и некроз матки. Второй случай – это в Турции. Пациентке 21 год, страдает синдромом Ракитанского. Матка была от умершего донора 22 лет. Но беременность наступила, но закончилась выкидышем. Самым большим опытом в выполнении трансплантации матки – это обладает шведская группа врачей, где в течение с 2012 по 2013 годы было выполнено по их плану 9 трансплантаций. 8 пациенток – это синдром Ракитанского и один – случай рака шейки матки, о котором я отложу чуть позже. Из осложнений у них возник одно инфицирование и один острый тромбоз, который потребовали экстерпации матки. Но у них самые высокие репродуктивные результаты – 8 родов. Причем 3 пациентки, у трех пациенток из 7 оставшихся по двое родов. На данный момент в мире выполнено 56 трансплантаций матки. Матки – это 44 живые доноры и 12 от умерших доноров. В мире на сегодня это 12 детей. Из особенностей, безусловно, это техническая сложность выполнения данных операций, длительность операций. Существуют даже в мире такие общества международные по трансплантации матки. Хотя сейчас хирурги из общества трансплантации матки из Великобритании говорят, что они готовы это время операции длительность значительно уменьшить до 3 часов за счет современной техники и их мастерства. Ученые из Швеции, из Гетебурга, длительно шли к выполнению трансплантации матки. Начали они с 1999 года. То есть мыши, свиньи, овцы, обезьяны. На них отрабатывалась вся техника трансплантации. По поводу случая, когда имеется абсолютный фактор бесплодия, это отсутствие шейки матки. Это была пациентка 1989 года рождения, в которой была выполнена радикальная экстерпация матки в 2005 году. По поводу рака шейки матки. Первый B1 стадий – плоскоклеточный рак. 3 сантиметра в наибольшем измерении лучевое лечение пациентка не получала. Донором ей стала мама, 53-х лет, у которой было несколько родов в анамнезе. После пятилетнего безрецидивного периода была выполнена вот эта трансплантация. Было две беременности, которые закончились родами. После вторых родов в 2017 году пациентке была выполнена экстерпация матки. То есть вот в 2014 году кесарево сечение на сроки в 35 недель родился мальчик, и в 2017 году у этой же пациентки повторное кесарево сечение в 37 недель. Девочка родилась с хорошими баллами по шкале Абгар, и после этого экстерпация матки у пациентки. После лучевого лечения беременности возможны. В случае, если у пациентки остаются яичники, обязательно, чтобы была выполнена транспозиция яичников до зоны облучения, до уровня L2 поясничного позвонка, чтобы вынести яичники из зоны облучения, и использование суррогатного материнства. Так в 2001 году описано случай успешного применения суррогатного материнства. Это пациентка из Франции, но все это происходило высоко репродуктивной технологией в Калифорнии. Пациентке 29 лет, плоскоклеточный рак шейки матки первые два стадии. Пациентке была выполнена радикальная экстерпация матки с лимфодисекцией и химиолучевая терапия. Через три года ремиссии было принято решение о стимуляции овуляции. Было получено 5 ацитов. Суррогатная мать из Калифорнии, ей было подсажено 2 эмбриона, и беременность закончилась рождением двух здоровых детей. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Александровна. Возвращаясь к нашему клиническому случаю, у вас было много материала в отношении трахилоктомии, но мы, в общем-то, не ставили даже вопрос голосования трахилоктомии во время беременности. Но если бы мы поставили в такой вопрос ваши отношения трахилоктомии во время беременности? Я думаю, что это возможно, но это очень дискутабельно с учетом того, что не рекомендуется с длительностью операции кровопотерей, и все равно достаточно высокий риск преждевременных родов более 32%. Наверное, все-таки наша тактика более правильная – начать с тазовой лимфодисекции параортальной. Есть ли какие-то вопросы к Анне Александровне? Нет? Да, нет. Ну ладно. А есть вопрос какой-то? А, работаю. Еще раз презентацию. Презентацию. Презыдущий, да, слайд. Это какой? А там, получается, пациентки после… Да, так. Этот? Да, да. А ациты были взяты от той пациентки, которая была рецепиентом? Нет, это она же… У нее были сохранены яичники и были пересажены выше. Дома были пересажены… Нет, суррогатной матери были пересажены ациты? Нет, вообще это пациентки и яичники. В пациентке была выполнена экстерпация матки без придатков. Они были оставлены и были выше просто пересажены. На уровень вот как раз L2, чтобы не войти в зону облучения. Это ее собственные яичники. А, поняла. Хорошо, спасибо. Я хочу еще ответить еще, коллеги, на этот вопрос. Чуть-чуть мы упустили, не совсем обоснованно. А вот с точки зрения сохранения фертильности, да, у онкологических больных, во всем случае в Петербурге есть зарегистрированный успешный случай крио-консервации яичника после уже комбинированного лечения больной злокачественного заболевания, с последующей трансплантацией и получения биологически своего ребенка. Это успех онкологического диспансера городского, во всем случае руководит отделение Малая Сергеевна Лисянская. Этот случай опубликован у нас с вопросов онкологии. Это да, но это при лечении больных лимфомой. Ну тоже вот есть. Опубликовано вообще профессором Киселевой, по всем средствам массовой информации дано. Полтора года назад лечили пациентку рак щитовидной железы, каким-то образом вводили радиоактивные препараты, подавлена была функция яичников полностью. Это контролировалось исследованиями гормональным фоном. У этой больной взяли до этого яичек, затем снова яичниковую ткань лапароскопически присадили. Она сама забеременела без поддержки беременность и сама без кесарева родила. Это вот раньше, чем в ПТ. Ну на самом деле сейчас это уже норма во время операции на шейке матки, забирают яич, ткань яичника сразу во время операции. Можно мыть в дискуссии, да? Вот я бы хотела просто добавить два вопроса, которые мы, наверное, вот в этой дискуссии не рассмотрели. Что для меня бросилось сейчас в глаза? Вот буквально три недели назад у Родзинского была небольшая секция, и там онкологи тоже по репродукции выступали. Так вот, когда я сопоставила данные, которые 40-й роддом представил, по статистике, по Москве, да, по рак и беременность, то получилось, что у нас, ну плюс я знала данные, которые раз в год представляет комитет здравоохранения города Москвы по количеству беременных, по количеству родов, по количеству осложнений, это все в открытом доступе, это есть. И когда я сосчитала количество беременных, которые как бы поступают в 40-й роддом, на количество вот этих статистически забеременевших, то у нас получилось в Москве 3% рак и беременность. Это очень большая цифра, понимаете? То есть где-то есть точно подвох, он явный, потому что мы здесь явно в сто раз, в тысячу раз хуже, чем в мире, да, и, соответственно, значит, нет правильного реестра. Соответственно, для того, чтобы мы могли говорить и поднимать эти вопросы, надо делать СОС-форму, которая должна отдаваться в Министерство здравоохранения и куда-то, чтобы мы регистрировали в любой деревне нашей страны эти случаи. Тогда мы можем иметь хотя бы хоть какой-то наш материал. А сейчас, если посчитать по количеству, сколько обращаются в центр Кулакова, плюс в 40-ю больницу, плюс 3 пациентки, рак и беременность, рак астроцитома во время беременности, прооперированы в нашем центре во время беременности, понимаете, то у нас получается какая-то бешеная статистика, которая в 10 и 1000 раз превосходит мировые данные. Либо мы что-то тут не так считаем, либо действительно в Германии все-таки где-то поправить надо, понимаете? Анна Генриховна, ну они же со всей России приезжают в Москву. Ну подождите, нет, подождите, по-вашему я не считала, я считала по 40-й больнице из Серебрии не приезжают. В 40-ю больницу приезжают только из Москвы, понимаете, как бы целенаправленный роддом, это более-менее. Правильно? И вот если их случай за год взять и рассмотреть на статистику беременных и родов в Москве, то у нас получилось там 3,7 процента, вы что? Ладно. Второй вопрос, который такой же, я хочу задать. Вот не поверю я, что рак в шейке матки не ухудшает отдаленный прогноз. Вот стреляйте меня здесь, забирайте диплом онколога. И когда я посмотрела на сайте патологоанатомов, есть работа шикарнейшая. Я не помню автора, простите, я не готова была к этой дискуссии, но есть прекрасная работа, где была рассмотрена инвазия 3 миллиметра, эндоваскулярная инвазия в шейке матки у беременных уже в 75 процентах. И вы мне хотите сказать, что 3 миллиметра, и, так сказать, это будет лучший прогноз потом на отдаленных результатах. Рак шейки матки всегда ухудшает прогноз у беременности. И никаких иллюзий здесь не может быть. Вот. И беременность, да, нет, беременность не ухудшает. Для больной это конец. По сути, это приговор. Давайте так. Вот. По сути, отдаленных результатов, если говорить, они будут хуже, чем у небеременной. Вот о чем я говорю. А исследование, которое показало, что беременность никак не влияет, я не верю, понимаете? Вот здесь вот онкологический мой дефект все-таки сворачивает на сторону плохого прогноза, шейка матки и беременность. Да, вот я просто и говорю. Простите, я еще раз говорю, что морфологи говорят одно, а клиника нам говорит другое. Поэтому вот это исследование, которое вы привели, я его смотрела, и у меня там очень много вопросов. Я больше не готова. Мы вернемся еще к дискуссии. Мы сейчас тогда... Надо напрямую сравнить тогда. Мы сейчас... Да, я отдаю следующий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!